1 декабря 2011 года губернатор Свердловской области Александр Мишарин попал в смертельную аварию. Губернаторский Мерседес столкнулся с Волгой Сайбер, за рулем которой ехал 65-летний качканарец Юрий Дружинин. После столкновения на Волгу наехала еще и Шкода, за рулем которой находился 19-летний парень. Пенсионер умер на месте, а губернатора, с переломом ноги и черепно-мозговой травмой, доставили в близлежащую больницу. С вами канал Шоу Краш и я постарался сделать реконструкцию аварии Александра Мишарина в игре Beaminger Drive. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Единственная модель Волги Сайбер очень плохого качества, поэтому использовал стандартный автомобиль игры. Двигаюсь сегодня утром не спеша в сторону Нижнего Тагила. В левом ряду километров 90 в час. Посмотрела в зеркало. Вижу, несется кто-то. Тем, кто на левой стороне, даже часто моргают и сигналят. Мимо пронеслись сначала три машины ДПС, затем черный мерин, а за ним крузак. Стало интересно, с какой скоростью. Увязалась за ними, набрала около 170 километров в час, а они все удаляются. 200 километров в час минимум топили камикадзе. Вечером 1 декабря врач Нелли Ивановна Юдина с коллегами возвращалась в лесной из Нижнего Тагила, где они принимали участие в терапевтической конференции. После ужина в придорожном кафе группа двинулась дальше, но через несколько минут вдруг попала в автомобильную пробку. Редкое явление для Серовского тракта. Ждали несколько минут. Один из водителей попутных машин не выдержал и отправился на разведку, а когда вернулся, сказал нам, что впереди ДТП и четыре трупа. Услышав это, я решила сразу идти туда. Может, еще и не трупы вовсе. По информации депутата Екатеринбургской думы Леонида Волкова, аварию спровоцировала именно автомобиль губернатора. По моей информации, на встречке была машина Мишарина. Екатеринбургский борец с наркотиками Евгений Ройзман подтверждает эту версию. Кортеж обгонял грузовик, машина ГИБДД ушла в сторону, водитель губернатора остался на встречке. Он никак не мог повлиять на эту ситуацию. Виноваты гаишники. Также ДТП могли спровоцировать тяжелые погодные условия, в частности плохая видимость. Это могло дезориентировать водителей. Субтитры создавал DimaTorzok Сначала осмотрели водителя Волги. Роль был в голове. Мозговая вещество вытекло, в артериях пульса не было. Побежали искать живых в черной машине. Водитель был в сознании и все время спрашивал, отрежут ли ему ноги. Они были переломаны, сплетены будто восьмеркой и зажаты. Выяснило, что его зовут Дмитрий. На заднем сидении головой в сторону левой двери лежал Мишарин. Когда сказали, кто это, я не поверила. Узнать его было невозможно, лицо было разрезано и покрыто множественными ушибами. Шла кровь, один глаз заплыл полностью. Я предполагаю, на заднее сидение его до меня перенесли из переднего, потому что так разбить лицо можно только о лобовое стекло. Губернатор был в сознании, но в состоянии болевого шока из-за открытого перелома правой голени. В первую очередь мы попытались остановить кровотечение, зафиксировать переломы и согреть. От потери крови и шока таких пострадавших нужно держать в тепле и дать обезболивающее. В тот день Мишарин дважды делал выговоры экипажам спецроты ДПС за слишком быструю и неоправданно рискованную езду.